В Haskell нет встроенных операторов. Все операторы, которыми мы пользовались до сих пор, и сложение, и умножение, и возведение в степень, все они определены в стандартной библиотеке. Более того, в Haskell программист может сам задавать свои собственные операторы. Для этого ему следует использовать символы из следующего набора. Этот набор перед вами. Вы видите, что здесь много стандартных символов, некоторые из которых, например, доллар, сложение, возведение в степень, вычитание, используются в одиночку. Однако можно строить более сложные операторы, которые составлены из этих символов. Оператор составлен из двух символов, из трех символов, из четырех символов. Ну, например, стандартный оператор меньше или равно, он составлен из двух символов, которые здесь представлены. Все эти символы совершенно равнозначны. Есть один специальный символ, который тоже можно использовать в операторах. Это символ двоеточия. Но этот символ играет несколько специальную роль. Он используется в инфиксных конструкторах данных. Мы об этом поговорим немножко позже. Поэтому начинать свой собственный оператор с этого символа не надо. В середине его можно использовать безболезненно. Давайте определим свои собственные операторы. Ну, например, определим оператор суммы квадратов. Хотя порядок не важен, но сначала разумно продумать приоритет этого оператора. Давайте сделаем его левоассоциативным и имеющим, например, шестой приоритет. Для того, чтобы задать приоритет оператора, мы должны написать ключевое слово infixl, указать его приоритет и после этого указать сам оператор. Ну, давайте сделаем этот оператор следующим образом. Сконструируем его умножение плюс умножение. Теперь, задав этот оператор, мы должны его определить. Давайте будем определять этот оператор в операторном синтексисе. Мы должны передать два аргумента этому оператору. Это будут параметры нашей функции a и b. Дальше написать знак равенства. И после этого написать выражение, которое этот оператор должен вычислять. Поскольку мы сказали, что это будет сумма квадратов, то давайте так и напишем квадрат первого параметра плюс квадрат второго параметра. Итак, наш модуль загружен. Теперь мы можем пользоваться этим оператором наравне с другими. Ну, например, давайте используем этот оператор для того, чтобы сложить квадраты чисел 3 и 4. 9 плюс 16 должно дать нам 25. Действительно, этот оператор работает так же, как и необходимо. Определенные пользовательным операторам, конечно, можно использовать и в функциональном стиле. То есть, а префиксным образом для этого, как мы знаем, достаточно заключить имя этого оператора в скобке. Мы могли бы определить оператор по-другому. В процессе определения мы могли бы использовать не инфиксный, а префиксный стиль. Например, вот такое вот определение было бы тоже совершенно законным. Перезагружаем наш модуль. И вызываем наш оператор. Префиксно и инфиксно. Префиксно. 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 Продолжение следует...